добрый день меня зовут лазарь владимир компания ml крипто я вам сегодня расскажу о том как нас очень часто мошенники обманывают и мой доклад будет состоять из двух частей первая часть это про то каким образом чаще всего мошенники нас обманывают а второй момент как мошенники могут использовать нас чтобы отмывать деньги и в конечном итоге что делать если так получилось что нас обманули а кто мы такие наша компания технологически занимается тем что мы разрабатываем аналитическое программное обеспечение для анализа блокчейна плюс противодействием отмывания денег через криптовалюту и собственно проведение расследования криптоинцидентов когда уже что-то произошло мы достаточно много изучали эту тематику и если посмотреть в целом на рынок мы увидим что рынок капитализации криптовалюты составляет больше 1 триллиона долларов это 425 миллионов криптовладельцев пользователей которые регулярно пользуются своими криптоактивами но этот рынок привлекает не только обычных пользователей но в том числе и злоумышленников если мы посмотрим за последние шесть лет то через только выявленные криптовалютные адреса злоумышленников прошло более 60 миллиардов долларов и эта цифра на самом деле очень сильно занижена в прошлом году мы проводили достаточно большую рекламную кампанию направленную на аудиторию которая потеряла свои криптовалютные активы и мы поразились на самом деле какое большое количество людей теряют свои активы и не знают просто что дальше делать они просто мирятся с этой потерей и идут дальше причем потери идут начиная наверное от 50 долларов и заканчивая несколькими миллионами долларов что люди теряли просто со своих криптовалютных кошельков давайте я вам расскажу про наиболее популярные схемы и как собственно злоумышленники это все проворачивают первая достаточно популярная схема это финансовый наставник вы в интернете сталкиваетесь с определенной рекламой где вам предлагают объяснить как это все устроено где вам разъясняют что здесь риски минимальные вам предоставляют доступ к личному кабинету где делятся различными инсайтами и серии того что ты только вложи и у тебя будет все хорошо и когда не хочется изучать процесс когда он кажется достаточно сложным это может быть достаточно заманчивой перспективы что кто-то возьмет и тебе объяснит как прийти к успеху в конечном итоге тебе дают небольшой бонус для того чтобы якобы чужими деньгами попробовал все это дело дальше тебя убеждают вложить 100 200 300 500 долларов потом тебе объясняют и серии того что смотри как твои инвестиции выросли из этих денег они стали тысячи или несколько тысяч долларов и тебя убеждает давай мы немножечко выведем денег для того чтобы ты увидел как работает возврат выводят заслуживают ваше доверие и дальше начинают убеждать все в новые и новые схемы вливать деньги вы смотрите в личный кабинет все растет у вас все зелененькое у вас все замечательно как только у вас появляется желание вытащить более-менее значимую сумму вот тут начинаются сложности оказывается что надо купить какую-то страховку оказывается что нужно заплатить какие-то налоги оказывается еще огромное количество причин почему вы должны вложить еще денег для того чтобы вытащить то что вы положили люди теряют на этом очень много поэтому первый момент финансовое незнание не освобождает вас от ответственности за потери вашей деньги следующий момент который достаточно старый распространенный это фишинг когда злоумышленники сталкиваются с пользователями которые недостаточно внимательны например вы купили новый ноутбук вы решили установить необходимое программное обеспечение к примеру крипто кошелек metamask вбиваете в яндекс и некоторое время назад яндекс директ выдавал на первое место фишинговый сайт где фактически вы отдавали свои данные то есть вы заходите на этот сайт вам предлагают создать новый крипто кошелек или использовать текущий введя сит фразу после этого вам выдает ошибку но магия происходит после когда спустя время вы обнаружите что у вас все средства украли как это произошло злоумышленники после того как получили вашу сит фразу перебрасывает вас на оригинальный сайт где вы скачаете нормальный дистрибутив где вы соответственно указываете все свои данные а спустя время когда злоумышленники видят что вы завели на этот кошелек который они для вас создали или который вы им указали свои доступы они просто крадут ваши деньги следующий момент который тоже достаточно популярные это то когда пользуется доверием каких-то публичных лиц илон маск брэд питт кто-то там еще и так далее вам с лица со своего дискорда с телеграма с ютуба говорит из серии того что вложи с тысячу долларов получи две тысячи долларов обратно и в надежды на то что многие пользователи верят без огоровочной этому пользователю этому человеку люди начинают инвестировать туда деньги а потом выясняется что просто аккаунт известного лица взломали и в конечном итоге забрали ваши деньги P2P обмен это достаточно популярная история когда люди хотят войти в мир криптовалюты и они покупают криптовалюту у других пользователей наиболее частый способ это когда вы берете какой-то телеграм чат видите что там много предложений о покупке и продаже криптовалюты вы связываетесь с пользователем пользователь вам говорит слушай я не знаю тебя ты не знаешь меня давай мы будем использовать какого-то известного гарант сервиса вон посмотри есть хороший человек Вася Иванов у него миллион отзывов положительных ну давай ты отправишь ему криптовалюту но как только он мне подтверждает по поводу того что деньги он получил к криптовалюту я тебе отправляю рубли ну человек соглашается в конечном итоге после того как происходит отправка криптовалюты этому гаранту в конечном итоге все пропадают злоумышленники начинают чистить следы и все пропадает вместе с вашими деньгами кто-то скажет из серии того что P2P это все понятно но я не пользуюсь какими-то непонятными телеграм чатиками я использую такие площадки как байненс гейт мекс гарантокс и так далее там выступает площадка в виде гаранта которая обеспечивает то что все произойдет нормально есть схема которая называется треугольник она достаточно интересная вы размещаете объявления меняете криптовалюту получаете на свою банковскую карту рубли а спустя время еще по 152 статье вам приходит правоохранительные органы и обвиняют вас в мошенничестве что собственно происходит в этот момент времени злоумышленник заранее размещает объявление на таком сайте к примеру как авито объявление о продаже ноутбука за 50 процентов стоимости достаточно много людей связывается с ним говорят хочу купить он говорит не вопрос давай аванс отправляй на карту и после чего я тебе все это дело доставлю находятся те люди которые соглашаются на такие условия но слишком уж лакомая цена в конечном итоге злоумышленник идет на p2p площадку на тот же самый байненс или на гарантекс и связывается с тем пользователем который хочет обменять свою криптовалюту на рубли он берет данные вашей карты куда надо зачислить деньги дает непосредственно жертве которую хочет купить за пол цены ноутбук жертва получается отправляя туда деньги гарант сервис подтверждает да все все прошло хорошо вы получили свои рубли злоумышленник получил свою криптовалюту дальше он идет отмывать но жертва которая внесла аванс за ноутбук обращают правоохранительные органы заводится дело по 152 статье мошенничество еще достаточно популярная история которая некоторое время начала набирать это так называемая нулевая транзакция вы не доверяете никому вы не меняете деньги на каких-то сторонних площадках и давайте представим ситуацию что вы регулярно каждый месяц отправляете своей бабушке тысячу крипто долларов и вот очередной день наступает вы хотите отправить тысячу крипто долларов вы наизусть практически помните эти адреса которые начинаются и заканчиваются плюс минус там на определенные символы вы узнаете свою бабушку сразу же конечном итоге вы берете адрес из вашей истории вашего крипто кошелька и отправляете туда деньги и деньги пропадают как такое может быть мы мало кто из нас очень внимательно смотрит на абсолютно все символы которые здесь представлены в крипто адресе злоумышленники генерируют очень большое количество крипто адресов находит непосредственно крипто адреса которые похожи на тех с кем вы взаимодействуете на регулярной основе делает микро транзакцию или нулевую и у вас в истории появляется соответственно тот адрес который очень похож на адрес вашей бабушки еще достаточно популярная история это связанная с клиперами это когда вы обмениваете с деньгами только с друзьями вы не верите ни в какие биржи вы максимально бдительно на все обращаете внимание и когда вы перед отправкой средств вы всегда уточняете на какой адрес нужно отправить средства вам друг товарищ отправляет свой крипто адрес куда нужно зачислить деньги но некоторое время назад вы могли проявить определенную неосторожность и словить на компьютер или на ваше устройство так называемый клипер он не проявляет себя никак до тех пор пока вы не начинаете копировать в буфер обмена нужный вам адрес и вот вы из телеграмма скопировали нужный адрес вашего друга и вставили непосредственно уже адрес злоумышленника потому что в буфере обмена произошла подмена вы сами отправили также злоумышленнику средства который вы планировали отправить кому-то другу ну и последний кейс который я хотел рассказать из серии мошенничества это так называемые мультисик это когда мошенник притворяется жертвой вы находитесь в каком-то телеграм чатике и в этот телеграм чатик пишет человек из серии того что я не понимаю как проводить криптовалютные транзакции помогите пожалуйста мне вот моя сид фраза адекватные люди ему сразу же говорят из серии то что эй дурачок не надо так делать сейчас у тебя украдут деньги скорее выводи с этого адреса все средства но находятся те люди которые чисто из любопытства заходят на этот крипто адрес неужели человек указал действительную свою сид фразу правильную они заходят и видят на этом адресе действительно там о тысячи тысяча две пять десять тысяч долларов и возникает такое маленькое искушение может быть мне забрать вот эти легкие десять тысяч долларов вот здесь и сейчас получить почему бы и нет но начинается самое интересное когда вы хотите это провести но вас не хватает токенов для оплаты транзакции и вы так думаете ну закину там ты там один два пять десять долларов но это совершенно небольшая цена там за получение тысяч или десяти тысяч долларов в конечном итоге вы отправляете вот эту маленькую сумму но вывести вы ничего не можете потому что этот адрес требует двух подписей для того чтобы осуществить любую транзакцию и вторая подпись фактически находится у злоумышленника и организатор схемы потом забирает все вот эти маленькие копеечки и вы не поверите набираются десятки тысяч долларов тех людей которые хотели поживиться за чужой счет в конечном итоге сами оказываются обманутыми собственно что делать когда ты стал жертвой есть пять простых шагов очень сложных действий первое действие это попытаться успокоиться это очень сложно к сожалению вы должны смириться с тем что просто уже дальше не будет но злоумышленники точно такие же люди которые периодически ошибаются второй момент после того как вы успокоились вам необходимо собрать все обстоятельства происшествия зафиксировать все контактные данные которые вам стали известны зафиксировать транзакции понять куда средства перетекли благо у нас есть различные интернет эксплореры которые позволяют анализировать транзакции если средства поступили на биржу написать в биржу для того чтобы биржа заблокировала этот момент ну и обратиться к правоохранительным органам настоятельно рекомендую сделать максимально понятный отчет потому что если вы придете к правоохранительным органами со словами я там свапнул токены вывел их на дэкс а потом отправил еще куда-то тебе скажу очень интересная история мальчик иди погуляй пожалуйста дальше собственно вы по этому керкулу которая находится здесь можете скачать пример отчета как вообще в идеале должен выглядеть вот этот самый отчет для правоохранительных органов для того чтобы повысить вероятность возврата ваших средств я не жертва грязная валюта меня не сильно интересует мне вообще все это дело не парит есть достаточно большое количество таких вот пользователей сейчас регулирование рынка криптовалют только набирает обороты и воздействовать на каждого физлица практически нереально на слишком много это очень сложно контролировать и так далее ну так многим кажется и государство начинает прежде всего с крупных игроков с бирж они начинают вводить определенные регламенты директивы которому они должны следовать и бирж обязывает фактически блокировать различные грязные активы и вот к примеру вы получаете средства всегда только от друзей вы им безоговорочно доверяете но суть в том что ваш друг может осуществить P2P обмен ваш друг может в результате получить грязные деньги и ваш друг потом вам отправит эти средства которые вы попытаетесь вывести на Binance и Binance может вас заблокировать и дальше вы должны будете доказать что это средства чистые иногда бывает это очень сложно некоторые обменники просто блокируют и изымают эти средства есть кейсы и такие в идеале конечно же проверять крипто адреса выявлять их рескорд для того чтобы с этим можно было дальше работать можете написать в telegram бот и вы получите также 10 проверок любых крипто адресов напишите вот все кто здесь присутствует фактически могут получить бесплатные проверки спасибо за внимание у меня все готов ответить на ваши вопросы а скажите вот вы написали пять шагов как стать снова счастливым если до этого грустил мне кажется это слишком теоретическая вещь даже если воспользоваться тем QR кодом что у вас было и правильно составить это я почему у меня есть к сожалению довольно негативный опыт взаимодействия с правильных хранителями он этим же МВД будет заниматься там даже не следственный комитет там не генпрокуратура уж тем более вот так сложились обстоятельства что я имею опыт общения с МВД и он скорее негативный чем позитивный вот конкретно мне например хватает характера чтобы их пинать сначала через прокуратуру потом я понял что прокуратуру саму нужно пинать и я дошел до того что я оформил себе усиленную квалифицированную подпись и просто их таскаю по судам но это я остальные так делать не будут поэтому я боюсь что эти пять шагов они слишком как бы слишком в теориях работают они на практике я вам не говорю по поводу того что абсолютно все сто процентов случаев таких обращений приведут к результату потому что действительно есть разные мошенники есть такие мошенники которые делают все абсолютно верно они используют ВПН они используют другие машины они используют фейковые аккаунты они прогоняют средства через миксеры они не спешат эти деньги тратить для того чтобы паттерн им нельзя было отследить безусловно это все есть и когда вы сталкиваетесь именно с таким случаем вероятность существенно снижается но я вам один момент обращу внимание что злоумышленники точно такие же люди как и мы которые периодически ошибаются у меня всплывает один кейс к нам человек обратился у него украли 30 тысяч долларов в конечном итоге мы начали проводить расследование и к сожалению ни к чему не пришли телеграм аккаунты с кем он переписывался фейковые биржа не согласилась пойти навстречу выдать какие-либо данные в силу политических обстоятельств и фактически когда человек сказал из серии а что делать дальше ну здесь мы развели руками из серии того что ну в данном кейсе к сожалению ничего прошло семь месяцев злоумышленник используя те же самые транзитные адреса которые он создал он перевел на биржу пять долларов пять долларов фактически которые дали нам новую цепочку которая позволила новую ветку проанализировать с учетом того что мы занимаемся очень плотно разметкой криптовалютных адресов мы вышли на человека который был связан вот с этой цепочкой но явно было что это не злоумышленник в конечном итоге мы связали с этим человеком и спросили из серии того что друг скажи пожалуйста а что это за такая подозрительная транзакция на 0,4 доллара и обратно что это такое было мы естественно объяснили чем связан наш вопрос в конечном итоге человек нам выдал информацию в разрезе того с кем конкретно он переписывался у нас появился телеграм аккаунт да это был достаточно далекий телеграм аккаунт ну то есть множество криптовалютных адресов злоумышленник думал он что секьюрный что это никто не будет отслеживать в конечном итоге установили человека человек находится на бали мы когда увидели объявление на на балийском форуме по поводу того что человек продает велосипед мы с ним связались сказали друг мы хотим купить этот велик куда зачислить аванс давай мы закинем тебе авансом деньги на твою карту и куда подъехать чтобы его забрать потом человек нам скинул всю информацию но дальше мы всю эту информацию передали правоохранительным органам индонезии ну и все было по красоте да человек вернул деньги потому что когда человеку ставят выбор либо ты получишь уголовное дело либо ты возвращаешь деньги но очень часто складывается в пользу вернуть деньги да безусловно я еще отмечу один момент когда даже найден злоумышленник здесь еще достаточно сложная составляющая это доказательная база которую нужно предъявить потому что если человек появляется с таким жестким характером ну типа идите доказывайте давайте суд если злоумышленник готов так пойти вопросов нет спасибо да вот есть же менее очевидные схемы ну да менее очевидные схемы но наверное сейчас тоже распространенные допустим я уже три раза сталкивался с такими проектами которые поначалу все красиво делают родмап у них красиво они выпускают токен они там листятся где-то потом пару недель они выпускают обновления допустим геймфай проекты какие-нибудь а дальше они говорят что ну да мы мы там будем развивать но ничего не делают ты им пишешь что ребят как бы ну давайте делайте что-то они просто игнорируют и вот ты сталкиваешься с тем что ты как бы уже то вложил в этот проект а ты никак повлиять не можешь на ситуацию как-то там через инвесторов даже обращаться нет смысла потому что инвесторы скорее всего они на первых там покупках обычных пользователей отбили свое и им норм вот что в этих ситуациях можно сделать если еще и юрисдикция ну не российская естественно значит смотрите первый момент делать нужно до того как вы вкладываете туда средства безусловно перед тем как вложить средства в любой проект необходимо понять какая история у основателей этого проекта какой роудмэп кто инвесторы то есть достаточно намного показателей нужно посмотреть и вот тот кейс который вы обозначили он скорее достаточно сложно преподносится в качестве скама потому что если команда завтра решила что им больше не интересно развивать силу каких-то этот причин ну очень сложно будет вам через суд доказать что это было умышленное действие с их стороны для того чтобы ввести в заблуждение для того чтобы собрать денег в конечном итоге пропасть криптовалютный рынок он рискованный и в данном случае здесь просто предварительно очень глубокая проработка проектов куда вы хотите инвестировать ну вот самое интересное в конкретных случаях были linkedin аккаунты была компания был даже материнская компания которая известна довольно не буду называть конкретно ну и то есть выглядело все хорошо а просто в определенный момент команда наверное решила что мы больше не будем этим заниматься и ты ничего не можешь этим делать вы наверное можете если у вас есть переписка с членами команды где они вас вам что-то обещают если у вас есть конкретно на руках такое доказательство теоретически можно инициировать различные судебные дела и не обязательно это в россии когда мы говорим про проведение расследований на самом деле злоумышленники они находятся по всему миру и иногда приходится взаимодействовать с разными правоохранительными органами для того чтобы в конечном итоге добиться результата в силу текущих реалиях достаточно сложно прийти к правоохранительным органам соединенных штатов америки и сказать а вы знаете i'm from russia i need help no it's your problem на самом деле по-другому вы можете обратиться к юристам которые возьмут на себя весь вопрос коммуникации если у вас есть доказательная база где вам что-то обещали ввели в заблуждение тогда можно инициировать там судебное дело но эта история больше не про скам это история про ваше взаимоотношение с какой-то компанией которую обманули ваши ожидания понял спасибо и последний вопрос здрасте меня зовут артем у меня такой вопрос какой процент раскрываемости дел и будет ли он расти это первый вопрос а второй вопрос появится ли какая-нибудь возможно площадка что ну группа быстрого реагирования потому что ну в реальности если злоумышленник он ну не глупый и что-то понимает в криптовалютах это ну очень сложно потом уже все просмотреть то есть грубо говоря есть быстрое реагирование что я имею ввиду это когда ну вот он получил грубо говоря деньги на адрес и как бы он быстро их перевел и все он их успел отмыть и никуда адрес бан не попал в мэйл он не попал будет ли такой и будет ли как-то это развиваться развиваться точно будет процент раскрываемости точно будет расти потому что мы даже порой недооцениваем как быстро развиваются современные технологии некоторое время назад казалось и серии того что вот есть пи ту пи сделки если я вот здесь вот крипту перевел другому пользователю а где-то параллельно с этим получил на свой банковский аккаунт рубли меня никто не видит ну в плане банковской системы это просто взаимоотношениях двух физлиц для банка но на самом деле это уже не так точно так же и с точки зрения раскрываемости когда злоумышленники делают определенные действия они в любом случае оставляют множество цифровых следов и чем сильнее технологии развиваются тем легче эти цифровые следы находить если в самом начале нашей деятельности мы скрупулезно во многом руками что-то собирали то сейчас это все автоматизируется когда уже машина выявляет закономерности паттерны поведения ну к примеру все знают что есть различные миксеры которые на вход получают средства потом как-то распыляют их и практически нереально за всем этим делом наблюдать и отследить но постихонечку это отходит потому что в зависимости от того как злоумышленник начинает дальше выводить средства обнаруживаться определенные паттерны какие имеются ввиду паттерны кроме транзакции какие сервисы используют мы порой иногда даже не задумываемся вот допустим вы вы используете какой-то стандартный набор инструментов можно задать еще встречный опять же вопрос возможно ли что вот например анонимные грубо говоря криптовалюты такие как монера но они уйдут в банк скорее всего и все будут против этого потому что ну как бы государственное регулирование да обратите внимание многие на бирже уже не работают с монера потому что и для них бизнес дороже чем возможность привлечь какое-то количество небольшое пользователей для которых секьюрность и анонимность на первом месте происходит демократизация чем проще пользоваться тем на самом деле больше людей будут это задействовать своей повседневной деятельности и возвращаясь поэтому да процент раскрываемости будет расти да процент вероятности открыть раскрытия каждого дела очень невелик но это варьирует от многих обстоятельств и в частности что конкретно делает злоумышленник и что вы делали для того чтобы установить его могу сказать про процент одно если не заниматься вероятность ноль злоумышленники не возвращают просто так бабки спасибо а